Божественную литургию в честь иконы Божьей Матери, именуемой Троеручица, возглавил благочинный церкви Видновского округа Михаил Егоров. Ему сослужили священнослужители из разных приходов благочиния. Торжественную службу продолжил крестный ход с иконой Божьей Матери. Память иконы Троеручица совершается с начала VIII века. История чудотворного образа тесно связана с судьбой защитника православия Иоанна Дамаскина, который получил перед иконой исцеление отрубленной руки. Благодарность Царице Небесной будущий преподобный Иоанн Дамаскин изготовил из серебра изображение исцелённой руки и прикрепил его к образу Богоматери, перед которым молился. И до сих пор люди прибегают к Царице Небесной, молясь перед этим святым образом, получая исцеление, получая всемогущую помощь Божию. Получают исцеление и от чудотворного образа Троеручицы, который хранится в Тарычевском храме. Чудесна даже сама история обретения этой иконы. В 90-х годах настоятелем храма был священник Алексей Волосенко. Денег у полуразрушенного прихода не было, но от иконы, которую принесли в храм, настоятель отказаться не смог. Сколько вы хотите? Они говорят, ну, сколько вы дадите? Я беру и просто так говорю, что 4 тысячи. Понимаю, что ничего не получится, потому что что такое 4 тысячи за такую большую? Там доска-то одна какая большая. Говорит, а если 5? Я прошу Алтарника, иди за ящик спроси, есть у нас такие деньги? Хотя понимаю, что денег бить не должно. За ящиком женщина говорит, вы не поверите, только что проходил мужчина в конце службы и пожертвовал 5 тысяч одной бумажкой. Ну, мы сразу неси, отдаем эти деньги, берем икону, выносим, бабушки стали плакать. Многие болящие, скорбящие, молитвенно обращаясь к Богородице, через ее чудотворный образ Троиручица, стали получать исцеление. Святыню в церкви бережно хранят и почитают, а празднование иконы проходит очень торжественно, как престольный праздник. Впечатление уже очень хорошее, но такая радость. Это даже не передать ни душой, сердцем и душой только можно передать. Очень, такой праздник. Но мы всегда, батюшка, всегда исправляем этот праздник Троиручицы Божьей Матушки. Прихожане с надеждой обращаются к чудесному образу в радости и взывают в горе, надеясь на небесное заступничество и покровительство Божьей Матери. Приходите в храм, в этот храм, в храм Рождества Престой Богородицы, приходите к образу Царицы Небесной, с благословения настоятеля батюшки, просите маслица, вот, и больные места помазывайте с молитвой обязательно ей. И я вам говорю, что, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, молясь Царице Небесной, не дерзни даже подумать, что ты не услышан. Аминь. Елена Бабина, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова